Всем приветик! Сегодня я хочу вам показать свои небольшие покупочки. Вчера со своей подружкой я ходила в большом торговом центре, и мы зашли с ней в магазин Литаль. И, конечно же, я не удержалась и чисто случайно купила себе небольшие косметические продукты, которые мне хотелось бы вам показать. И если вам интересно, то оставайтесь со мной и смотрите мое видео. Всем большое спасибо! Итак, вот они мои маленькие покупочки. И первое, с чего мы начнем, это такие румяшки в такой упаковочке в виде розочки. Это румяна фирмы Vivienne Sabo. У меня номер 22. На самом деле у меня уже есть мои любимые румяна от Bourjouin, такого персикового цвета. Но мне нужны были именно розовые мерцающие румяна, и поэтому я решила взять румяна Vivienne Sabo. Потому что по цвету они мне, в принципе, очень даже подошли. Они такие именно розовые, с таким, в общем-то, легким-легким шиммером. Ну, здесь немножечко, конечно, цвет искажен, но на щеках они смотрятся очень даже симпатично. То есть мне, в принципе, эти румяна очень понравились, очень мягкие, хорошо носятся на кисточку, и на лице выглядят очень здорово. Но, единственное, у них минус, на мой взгляд, мне не очень понравился запах этих румян, потому что запах немножечко мыльный, но, в принципе, этот запах очень быстро выветривается и практически не ощущается. Следующее, что я купила, это такая палетка самой обычной фирмы Fleur. Я эту палетку купила всего лишь за 100 рублей. Почему я ее взяла? Потому что мне понравились цвета. Цвета мне понравились именно тем, что они абсолютно не повторяются, то есть они абсолютно разные. Здесь 5 цветов, и все они очень разные. Именно из-за этого я и взяла эту палетку. Я, несмотря на ее качество, в принципе, я не знаю, как качество, только взяла, только из-за цвета. Ну, я не буду делать сводчи, просто покажу, какие есть цвета. Такой вот светло-светло-зеленый, такой салатовый, розовый, потом серый, белый цвет и такой темно-коричневый цвет. Вот темно-коричневый, мне кажется, очень такой симпатичный. Плюс мне еще нужен был белый цвет теней. Ну, такие вот, на мой взгляд, красивые оттенки. Не знаю, как они будут держаться, как они будут смотреться на веках, я еще, если честно, не пробовала. Но цвета мне очень нравятся. Еще, что мне понравилось здесь, это вот такая вот кисточка. В принципе, ничего особенного. У меня, я пользуюсь кисточками от Эйвона, и также у меня еще есть кисти, по-моему, Сифоры, да, точно, Сифора. Но мне понравилась также эта кисточка. Она, в принципе, обычная. То есть, с одной стороны здесь обычный спонжик, а с другой стороны здесь такая вот кисть. Но на самом деле эта кисточка, в принципе, такая довольно-таки неплохая. Она очень мягкая, но я думаю, что она синтетическая, но она вполне хорошая. То есть, в принципе, возможно, даже подойдет для растушевки теней. Такая вот кисточка, в принципе, меня это приятно так порадовало. Такая вот палеточка. Это палетка номер 123, если кому-то интересно. Ну, цвета, по-моему, очень красивые. Потом следующее, что я купила, это тоже вот такой вот блеск для губ. Это оттенок 03. Это тоже Vivienne Sabo. На самом деле я все практически купила Vivienne Sabo. В принципе, фирма Vivienne Sabo, в принципе, мне нравится. У меня уже есть помада этой фирмы. Мне эта помада очень понравилась. И именно поэтому я решила попробовать другие продукты этой фирмы. Ну, в общем, вот такой блеск. В принципе, ничего особенного про этот блеск сказать не могу. Здесь написано, что он, что это лаковый блеск. Единственное, что сначала он на губах как-то не очень. То есть, когда мы только его нанесли, какой-то он как липкий. А потом проходит буквально одна минута, и он на губах уже практически не ощущается, а цвет остается. Плюс запах очень приятный. Приятный. Мне, в принципе, понравился этот блеск. Также я еще купила вот такой вот лак для ногтей фирмы Rimmel, 60 секунд который. Думаю, что уже очень у многих этот лак есть. На самом деле, я их решила купить первый раз. Решила попробовать из-за того, что смотрела много видео на ютубе. И очень много девушек, девочек, очень многие хвалили именно вот эти лаки от Rimmel, 60 секунд. Плюс здесь действительно широкая щеточка. То есть, не щеточка, а кисточка. Лак очень мне понравился. Я не знаю, я им еще как бы не пользовалась. Но я думаю, что он будет нормальный. Цвет, конечно, я бы не сказала, что мне прям очень нравится цвет. Но просто в том магазине, где я покупала, покупала я в Литуаль. Не буду говорить, с каком именно. Но, в общем, просто там уже очень мало осталось цветов. И, грубо говоря, я выбирала с того, что есть. Ну, купила такой цвет. Ну, в принципе, не знаю, симпатичный цвет такой. Попробуем накраситься. Накрасить ногти. Ну, и последнее, что я купила, это вот такая вот тушь. Тоже Vivienne Sabo. Это тушь Noir. Или как-то так. Возможно, я неправильно прочитала. Эта тушь идет как угольно-угольно-черная. То есть, она создает эффект очень черных ресниц. Она была в такой вот коробочке. Вот такая вот тушь. В принципе, я ее уже пробовала краситься. В принципе, мне эта тушь понравилась. Ну, действительно, ресницы очень черные. И эта тушь придает объем. Эта тушь имеет вот такую вот щеточку. Возможно, здесь не очень хорошо видно. Ну, такая вот щеточка. В принципе, обычная щеточка. Ну, как в обычных тушах. Но мне эта тушь, на самом деле, понравилась. Вот. И, в принципе, ничего плохого я приду тушь сказать не могу. Действительно, хорошая тушь. До этого у меня была тушь Max Factor. Если кто-то смотрел мои предыдущие видео. Мне эта тушь вообще от Max Factor вообще не понравилась. Какая-то вообще ужасная. Я ожидала больше от Max Factor. Потому что, в принципе, фирму Max Factor я люблю. Потому что мне очень нравятся их пудры. Но тушь Max Factor, не знаю, просто какой-то кошмар. А вот эта тушь мне очень понравилась. И поэтому, честно, я могу даже порекомендовать ее тем девочкам. Которые ищут хорошую и дешевую тушь. Тушь эта стоила, по-моему, 180 рублей. Ну, или 190. Ну, короче, в пределах до 200 рублей точно. Ну, в общем, это были вот такие вот все мои покупки. В принципе, ничего особенного. Покупки, как я уже говорила, были случайные, спонтанные. Но я, в принципе, довольна. Особенно я очень сильно довольна вот этими румянами и тушью. Про лак по Канчи могу сказать, так как не пользовалась. Ну, а тени и блеск, ну, в принципе, обычные, посредственные. Но вот эти две вещи мне очень понравились. Румяна и тушь Vivienne Sabo я всем рекомендую. Если вы не хотите тратить, скажем так, много денег или просто хотите попробовать что-то новенькое, можно купить вот эти продукты. Румяна стоит 130 рублей, а тушь, как я уже сказала, в пределах 200 рублей. Поэтому попробуйте, если вас заинтересовало. Это было все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Небольшая заметочка к видео. Уже воспользовавшись этими продуктами, хочется кое-что отметить про каждый из них. И первое, о чем хочется сказать, это об этом лаке от Rimmel 60 секунд. Сегодня я накрасила с утра этим лаком ногти. Вот результат мы можем наблюдать. Ну, конечно, маникюр я сделала не очень аккуратно, потому что у меня это проблема аккуратно накрасить ногти. В общем, вот такой цвет, в принципе, похож на тот цвет, который у нас заявлен в самой упаковке. Здесь у меня на ногтях два слоя. Я могу также отметить то, что этот лак отлично ложится и в один слой. То есть, даже если мы наносим один слой, цвет получается тоже довольно-таки ярким. А если уже два слоя, то получается, конечно, еще ярче. И я могу посоветовать этот лак любительницам, те, кто любят накладывать один слой лака. Потому что даже в один слой этот лак смотрится довольно-таки ярко. В общем, мне этот лак очень понравился. Спасибо всем девушкам, которые делали видео на ютубе про свои лаки. И кто хвалил эти лаки, потому что мне тоже они очень понравились. И в дальнейшем я собираюсь себе прикупить еще несколько штучек этих лаков. Потому что, в принципе, цветовая гамма у них там красивая. Ну, как я уже говорила, я выбирала из тех, которые были. Ну, в принципе, я довольна цветом. Цвет такой насыщенный, можно сказать, такой богатый цвет. Лак очень хороший. Он действительно очень быстро сохнет, как заявлено на упаковке. Действительно, где-то в течение минуты он действительно досыхает. Несмотря на то, что здесь два соя. У меня лак без верхнего покрытия, то есть без защитного лака. То есть просто сам вот один лак римль. В общем, еще мне понравилась очень кисточка. Кисточка это вообще просто какая-то находка, на мой взгляд. Я думаю, что уже, в принципе, многие видели эту кисточку. Но кисточка вот такая вот. Она очень-очень удобная. Такая кисточка в форме такой лопаточки. Мне очень сильно понравилась именно эта кисточка. Очень удобно красить поверхность ногти. Следующее, о чем я хочу сказать, это вот эта вот тушь. Еще раз хочу сказать о ней, что действительно тушь очень хорошая. Мне она очень понравилась. Лесница действительно черная. И, на мой взгляд, она продает объем. Единственный недостаток этой туши, она слегка суховатая. Не сильно, конечно, но немножко. Я думаю, что она, наверное, довольно-таки быстро засохнет. Но, в принципе, я думаю, что это не такая уж и большая проблема. Следующее. Также хочется отметить эти румяна. Цвет мне очень понравился, очень подошел цвет. И я бы эти румяна рекомендовала для девушек, которые любят такой легкий румянец. Потому что сейчас морозы, у меня сегодня было минус 10, где-то примерно такая температура. И, конечно, щеки краснеют на морозе. И в сочетании с этими румяными смотрится вполне очень даже хорошо. Но что касаемо теней, тени мне, конечно, не очень понравились. Цвета, конечно, красивые. Но качество, я бы сказала, не очень хорошее. Они не очень хорошо ложатся на веки. И вот этот вот цвет, коричневый, он немножечко осыпается. То есть все остальные 4 цвета, они не осыпаются, а именно коричневый, он слегка осыпается. Но по поводу блеска, сначала я говорила, что блеск мне не особо понравился. Что когда я первый раз накрасил, он был немножечко липкий. Но сейчас могу сказать, что блеск мне очень нравится. Правда, на губах он, конечно, не такой розовый, как в упаковке. Он больше такой, как полупрозрачный. Но лично мне он очень нравится. Попользовавшись ему еще несколько раз, я осталась довольна этим блеском. Но больше всего, конечно, мне понравился лак. Риммель. Я вообще просто в восторге от этого лака. И я дальше буду себе теперь покупать постоянно этот лак. Мне очень сильно этот лак понравился. Я всем его рекомендую. Не знаю, конечно, как держится, потому что накрасилась не в первый раз им. Но мне очень понравился. Вообще, очень хороший лак стоит. Кстати, он недорого. Вот я его купила за 130 рублей. Там у них есть еще другая серия Pro. Она стоит немножечко подороже. Но вот этот лак мне очень понравился. Потому что здесь, ну, как бы поменьше грамм. И просто я не люблю покупать лаки в больших объемах. Потому что они с ромбом засыхают, остаются. В общем, вот так. И, кстати, еще хотела дополнить то, что я немножечко перепутала цену с румянами. Румяна стоят не 130 рублей. Они стоят где-то, по-моему, 170. Да, я их покупала за 170. Ну, в принципе, мне не понравились такие хорошие. Ну вот. На этот раз я думаю, что это все. И всем спасибо, кто подписался на мой канал. Я вообще не ожидала, что будет хотя бы хоть один подписчик. Я всем очень рада. Мне очень-очень приятно. Большое вам спасибо.